Практическая психология Сейчас тема страха, она вообще очень актуальна Она актуальна, начиная, наверное, с самого детства Детские страхи, взрослые страхи Страхи людей, которые уже прожили богатую, интересную жизнь И мы сегодня будем говорить о разных видах страха Но вот прямо сейчас давай расскажем, занавесочку откроем Что даже перед эфиром, даже если ты уже с этими эмоциями, состояниями, чувствами работаешь Все равно, ведь ты живой человек, ты испытываешь волнение и даже некий страх Да, да, Надежда, благодарю за эту тему Действительно, есть такое понимание, что страх можно один раз прожить, испытать И все, и он больше никогда не повторится На самом деле страх – это базовая эмоция И он нам необходим для жизни То есть вообще он выполняет защиту нашего организма Страх высоты, например Если бы у нас не было страха, пожалуйста Самосохранение не сработало бы, да? Да, не сработало бы, да, перейти дорогу, броситься под колеса И другие варианты на самом деле И здесь очень тонкая грань, тонкий момент, как подходить к страху То есть получается, он нас защищает с одной стороны, да? А с другой стороны он мешает нам двигаться вперед Почему так происходит? Ну вот вообще, с точки зрения психологии, страх – это такая сильная, эмоционально-негативно окрашенная эмоция Да Мы тут, наверное, будем немножко разделим, да? Что у нас бывают состояния тревоги Например, мне как бы тревожно идти, например, в новый коллектив Да А страх – это когда я испытываю это состояние до такого уровня, что не могу заставить себя Ну, страх паники уже получается Получается от страха тревожностей до страха паники Вот он как происходит Вообще широкий очень спектр, да? Да, да, эта тема вообще, она очень огромная Я вот сегодня готовилась к эфиру и думаю, с чего начать? Потому что от маленького страха ребёнок, например, боится идти к стоматологу, да? Это ещё тот страх Да, страха смерти, да? Представляете, какой вот разбег, какой масштаб этого страха Самое важное, что мне сегодня хотелось бы сказать и донести до нашей аудитории Это то, что нам начать смотреть на страх по-другому Что страх – это наш ресурс Что страх, он нас оберегает От чего-то От чего-то, да, сменить Точку зрения Точку зрения, отношение к этому страху И тогда будет намного легче понять А как понять? Вот тоже хотела поделиться Наш мозг так устроен Ему комфортно кушать, лежать, отдыхать, да? И если в нашу жизнь приходит что-то новое, неизведанное Страх неизвестности, да? Мозгу зачем напрягаться? Зачем что-то делать по-другому, да? Это прилагать дополнительные усилия Ему выгоднее просто полежать на диванчике И поэтому это нормально, страх неизвестности Страх что-то делать по-другому Потому что... То есть он даёт таки нам приказы Слушай, давай будем бояться и ничего не будем делать Да, Надежда, благодарю Давай будем бояться и ничего не делать Потому что если мы будем делать Это придётся выйти из зоны комфорта Это придётся что-то новое создавать Привносить в свою жизнь А вдруг у меня там не получится? А вдруг на этой работе Почему люди некоторые работают всю жизнь на заводе? Первый вариант, потому что им это нравится А второй вариант, потому что А может в другом месте будет хуже Зачем не рисковать? Вот То есть превратить страх в точку роста Если я сейчас боюсь Классно! Значит я иду туда, где мне будет ещё лучше Где мне страшно, где всё по-новому Но это действительно какая-то такая перспектива Что я буду уже другой Да, я буду как ребёнок Вот очень люблю детско-родительские темы Потому что мама сама 5 лет, дочке и 9 Садик, например, да То есть ведь ребёнок, он не просто так боится То есть страх, он обоснованный Ребёнок не знает, какие правила в детском саду Какие у меня будут отношения с воспитателем Какие там ребята И он боится И это нормально Но потом, например, у меня дочка, да Боялась, не ходила Они начинают заболевать Но затем, когда она стала ходить в этот детский сад Всё, она приобрела друзей Подружилась с воспитателем Она у меня очень выросла в развитии Стала ходить на танцы То есть присвоила себе новый опыт И после этого, прожив, справившись со своими эмоциями Начинает жить на совсем другом уровне Да, да, да Просто наша задача с вами научиться Увидеть этот страх Прожить его Всё, первое увидеть Второе прожить И трансформировать в новое чувство Вот смотрите Даже на самом первом этапе Иногда мы Это тоже надо набраться смелости Как говорится во многих философских книгах Вглядись в свой собственный страх Посмотри, что тебя пугает Назови это Дай этому состоянию имя И тогда, когда ты всмотрелась, изучила Ты вдруг начинаешь Вот в этом чем-то большом, поглощающем Видеть, как ты говорила Ресурсы, перспективы Возможности Стать сильнее, лучше, увереннее И при всём при этом Ну, конечно же, волшебной палочки ни у кого нет Поэтому внутренний Внутренняя работа Внутренний труд Он очень и очень важен Для личностного роста любого человека Совершенно верно Итак, мы сейчас плавно с Мариной Подвели всех наших слушателей Что да, ужас, да, страх Но если мы разрешаем себе С ним подружиться Его исследовать То тогда есть шанс выйти на совсем другой уровень Вот сейчас немножко проговорим Поделим страхи Детские и взрослые Чаще всего Вот когда ты работаешь в дяде Детско-родительской Какие самые Такие, на твой взгляд Популярные детские страхи? Страх критики Дети очень боятся критики Страх неудачи Что у них не получится Страх выступлений Они же выступают на публике Очень часто в садике, в школе Вы знаете, вообще разное Страх насекомых может быть Страх неизвестности Страх школы? Страх школы, да Мы сейчас очень много видим детей Которые, как только начинается Период обучения Идти нужно к школе Включается психосоматика Включается всё, что угодно Лишь бы только не погружаться Вот в этот коллектив А экзамены? Это же вообще Отлично Итак, есть ли разница в работе Со страхами детскими И со страхами взрослыми? Чаще всего Давайте сейчас пока Про детей поговорим Чаще всего с детьми Работать сложнее или легче? Я имею в виду с темой страха С темой страха Смотрите, вот как раз я сейчас Обучаю именно родителей Работать со страхами детей Почему? Потому что родитель Он всегда рядом с ребёнком И от того, как родители Реагируют на этот страх Будет реагировать и ребёнок Ну потому что мы знаем с вами Про эту взаимосвязь Детско-родительскую, да Если родитель тревожен Если он сам находится в зоне Такой нестабильной Эмоциональной Сферы своей, да То и ребёнок, конечно же Это ещё усилит Да, 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 да И смотрите, как происходит Вот первое, что необходимо Когда, например, ребёнок Боится, да Присоединиться К этому страху Принять его Сказать, да Тебе больно Или да Ты боишься Например, старых Давайте страх возьмём Ораторского мастерства Выступления публичного Сейчас очень многие дети выступают И ребёнок подходит к маме Перед сном и говорит Мамочка, ты знаешь Я завтра выступаю Я так боюсь И как обычно реагирует мама Как обычно вот Может реагировать мама Я необычная мама Поэтому я сейчас даже не буду предполагать Ну да То есть мама может отмахнуться Да ладно, не бойся Завтра выступишь и всё Другая мама скажет Да ты что, я с тобой там занималась Полгода тебя водила по кружкам Как ты можешь вообще сомневаться в себе Да, как ты можешь сомневаться в себе Да И тут ребёнок не получил поддержку Да А получил Как на него переложили Да Что я не имею права завтра ошибиться Да, да, да Я вот немножко ухожу от темы Потому что я хочу вот Сейчас родителям рассказать Погрузить, что происходит с ребёнком Вот немножко перейду Когда ребёнок боится Особенно вот он выходит на сцену Симптомы какие бывают У ребёнка учащается сердцебиение Ребёнка начинают потеть ладошки У него может пересохнуть в горле Понимаете То есть мне хочется сейчас донести Что страх это не просто Вам ребёнок сказал Мам, я боюсь А то есть он реально на уровне тела На уровне души он переживает И он может просто выйти И забыть все слова И действительно не выступить Чтобы вы отнеслись к этому С полной ответственностью И наша задача, если ребёнок делится Вот именно присоединиться Я тебя понимаю Тебе сейчас страшно И может быть рассказать Ты знаешь, у меня тоже так было И затем предложить ребёнку Какие-то альтернативы А как он может справиться с этим страхом Не только присоединиться Ну и предложить, что он может сделать Поделиться опытом Поделиться опытом И это надо изучать Это надо узнавать Например, дыхание Как можно бороться перед выступом И когда страшно Подышать Раз, два Вдох, три, четыре Выдох, например Или можно сказать Своему ребёнку Найди в зале меня Или другого человека Которому ты рад И как будто ты выступаешь для него Понимаете Такие простые вещи Но они помогут ребёнку Выступить на отлично Потому что он почувствует поддержку Потому что когда страшно Хочется спрятаться под одеяло Хочется, чтобы тебя никто не трогал Не видел Начинают возникать мысли Вообще, зачем я целый год ходил на эти танцы Чтобы сейчас так мучиться И в этот момент нужна поддержка И признание этого страха Мне вот нравится Екатерина Кес Автор книги Азбука чувства эмоций Она там прямо так и описывает Про ребёнка Вот ты расскажи мне Про этот страх Поделись со мной И это как печенька Ты поделился со мной Рассказал Как будто ты печеньку пополам разломил У тебя уже меньше страха И у тебя уже меньше Да То есть обязательно Чтобы дети с вами делились Рассказывали Вы принимали А потом учили Подсказывали Как с этим справиться Мало того Ещё мне кажется Было бы неплохо Если, например, ребёнок пришёл И озвучил этот страх То проговорить с ним А что самого страшного Может произойти Вот в этой завтра истории К примеру И поискать вместе Выходы из сложившейся ситуации Мама, я могу забыть Там вот такие строчки слов Ну давай мы сейчас с тобой можем повторить А если даже забудешь То ты можешь сделать вдох Опять-таки выдох И попробовать Вспомнить хотя бы ту строчку Которую ты опять-таки Наверняка помнишь И продолжить рассказывать Это стихотворение То есть у детей страхи И с ними им нужна любовь Внимание, поддержка И понимание, эмпатия Что мама со мной Мама за меня Мама меня любит Я со всем справлю Что страх Это просто эмоция И я могу с ней взаимодействовать Договориться И есть очень много способов Как с ней справляться Например Вот кроме дыхания Что Кстати, вот дыхание Действительно Когда ты находишь Глаза любящего Поддерживающего тебя человека В зале Или же, например Педагога, с которым ты учил Эти стихи Всегда педагог с открытой Как у меня практика показывает С открытой тетрадочкой Если вдруг ребенок забывает слова То ему тот же подсказывают Что еще мы можем Можем сейчас отойти От страха публичного выступления Как еще мы можем работать С этими страхами Да, много разных способов С детьми очень работает Страх рисовать Страх нарисовать Вот просто элементарно Какой он твой страх? Ребенок берет, рисует И затем вы задаете вопросы А где он живет? А как он выглядит? А чего ему не хватает? И ребенок, он что делает? Он проговаривает про свой страх И то есть он уже, получается Высвобождается от него А если мы зададим вопрос А как сделать этот страх полезным? То есть я вот приводила примеры У меня девочки, например, рисовали страх И они придумывали Там, например, какой-то герой был Я уже сейчас не помню, честно говоря Но он, этот страх Герой, которого они боялись Что он мог влезть к ним в окно Он стал помогать бабушкам и дедушкам Переходить через дорогу Представляете? И то есть ребенок даже стал спать ночами Просто потому, что он увидел этот страх по-другому Что он не причинит ему боль А он, наоборот, может помогать Ну такая роль фантазии То есть мы с вами из этого страха Взяли и превратили его в какого-то Опять-таки выдуманного героя Его что сделали? Олицетворили, да? Может быть, даже в какой-то степени Сделали понятным, доступным для восприятия ребенка Опять с чего начинали, да? Страх назван, страх узнан Он не имеет силы Он теряет свою силу Почему ребенок боится ночью спать? Опять же, у кого что? Страх темноты Страх, что вот где-то что-то шуршит Звуки всевозможные И необходимо опять же с ребенком проговорить Проговорить, не только прорисовать То есть мы с вами проговорили, что можно прорисовать Но можно и проговорить А что именно пугает? А давай вместе ляжем и послушаем Что шуршит? Он там шуршит Взяли фонарик и пошли посмотрели А что это действительно? Что за звуки? Или там, я боюсь этих теней Взяли, посмотрели А что это за тени? И, кстати, про тени Да, тоже очень важный такой момент Потому что то, что видим мы, взрослые Очень часто с тонким чувственным воображением Дети воспринимают это совсем по-другому Поэтому обязательно, если ребенок ложится спать Давайте посмотрите уже глазами ребенка Как выглядят эти шторы Задернуты ли они плотно, чтобы когда проезжает машина, например Или горит фонарь Ветер шевелит ветки за окном Что воспринимает мозг и воображение ребенка? Иногда его может напугать элементарная Не знаю, одежда, висящая на вешалке И свет фонаря, который падает на эту самую одежду Да, да, элементарно Почему вот, если отойти от темы страха темноты Ведь еще есть страх насекомых, например Сейчас это актуально Актуально, да То есть, например, бояться шмелей – это нормально То есть адекватный страх, он спасает человека Но, например, ребенок боится муху И некоторые родители, они начинают высмеивать И всей семьей смеяться над ребенком Над его страхами Над его чувствами Над его чувствами И это категорически делать нельзя Потому что ребенок начинает вообще сомневаться в себе Все ли с ним в порядке? Да, все ли со мной в порядке Почему никто не боится, а я боюсь И в таких случаях, опять же, мы возвращаемся к работающей схеме Признать этот страх, что ты боишься мух Я тебя понимаю А давай мы посмотрим, а чего ты боишься То есть, скачать, нарисовать, опять же, эту муху Рассмотреть, может быть, под микроскопом эту муху То есть, не обесценивать страхи ребенка Отнестись к ним с уважением И помочь просто изучить Что это просто муха Неприятно, надо сказать, насекомое Особенно, когда ползает по твоей тарелке с вареньем Да, 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 да Потому что страхи, они же как возникают? Страхи возникают иногда на пустом месте А иногда они безосновательно Может быть, действительно у него что-то связано с мухой Может быть, он в мультике увидел, что это какая-то муха была Которая всех заразила И там, может быть, в мультике все умерли Мы же не знаем с вами Но я точно знаю, как мама То есть, обязательно следует предысторию этого страха у ребенка Да, то есть, за каждым страхом стоит какая-то причина То есть, страх, он не безосновательный Вот, и стоит на это обратить внимание Вот, кстати, про страх насекомых Вот мне очень нравятся всевозможные психологические игры Связанные, опять-таки, через тело Мы проживаем вот эту историю Ведь что боится ребенок? Боится ребенок ощущений Вот это ползущее что-то непонятное Что он испытывает в это самое время? Там, мурашки, щекотно Страшно до такой степени, что прямо отвратительно И это, опять-таки, для нас Ну, как для специалистов, ну и, конечно же, для родителей Это про то, что надо работать не только будет С этим эмоциональным состоянием, но и с телом Благодарю, Надежда Вообще, очень-очень точно Потому что, когда мы боимся У нас же какой гормон? Кортизол, адреналин выделяется, да? И как выводится этот гормон из организма? Через спорт Спорт, то есть тело, вот то, о чём вы говорите Нам обязательно важно подключать Есть всевозможные игры Почему наши дети так часто кричат Бегают, прыгают Слава Богу! И слава Богу! Потому что они интуитивно чувствуют Как справляться с этим страхом С этим, ну да, с этим страхом Потому что страх – это стресс То есть организм И надо сразу же помочь себе И надо сразу помочь себе И поэтому, если ваш ребёнок кричит Балуется, прыгает, любит на скакалке То это нормально У меня классный ребёнок Он интуитивно знает, что делать Кто-то плачет Ну да, я вижу осу Я бегу от неё и кричу И пусть весь город слышит о том Что я боюсь эту самую осу Вот таким образом справляемся с эмоцией Под названием страх Просто, конечно, многим родителям Вот у меня тоже есть подруги Которым не нравится, что там ребёнок кричит И это недопустимо Но я говорю, хорошо Пусть полчаса покричит Пусть час покричит Пусть в безопасном месте покричит Может быть, на секции какие-то водить Но обязательно должна быть нагрузка на тело Чтобы ребёнок мог освободиться На уровне тела от этих эмоций Потому что эмоции живут в теле И вот поэтому мы бегаем Прыгаем, плаваем Делаем всё для того, чтобы тело освобождалось От тех негативных эмоций Ну или своего рода Все, наверное, читали, слышали А если не читали, не слышали Обязательно Вильгельма Райха Почитайте Про наши мышечные зажимы То есть где у нас страхи живут с вами Конечно, в теле И все непрожитые, невыраженные эмоции Так или иначе Уже с детского возраста Начинают создавать вот этот мышечный панцирь То есть когда мы злимся Руки у нас сжаты Когда нам страшно Ягодицы у нас тоже поджаты И всё это так или иначе Должно быть выражено Прожито Освобождено Чтобы тело Так же, как и душа Было живое Настоящее Искрящиеся Приливающиеся Чтобы всё это было Гармонично И красиво Хорошо Ещё у нас осталось Четыре минутки И вот Наверное Хотелось бы Прямо Такую притчу Прочитать Мне она очень нравится Как-то однажды Путник встретил чуму И спросил её Куда ты идёшь? И она сказала Иду в Багдад Забрать пять тысяч людей Через год Они вновь встречаются И Путник говорит Да ты обманщица Ты сказал Что заберёшь пять тысяч людей А забрала пятьдесят тысяч людей Нет, говорит, чума Я забрала пять Остальные умерли от страха Страх Парализует Да, парализует Страх Не даёт действовать Не даёт возможность По-новому Посмотреть на эту жизнь Да Я предлагаю Ещё прямо Про взрослые страхи Взрослый тоже может Справляться Теми же самыми методами Да Да, да, да Как раз Про взрослые страхи Конечно Если Страх Не большой То можно использовать Вот те методы Которые мы использовали Если, конечно Глубинный какой-то Это уже обращаться К специалистам К специалистам Чтобы разобрать Откуда ноги растут Да, да, да Корни Потому что все корни Опять же Из детства Почему вот И акцент на детско-родительских отношениях Потому что все корни Всё равно больше Из детства Иногда очень важно Для взрослого Раскрутить вот этот Да, клубочек Чтобы понимать Осознавать И уже двигаться дальше Ну, на самом деле Есть техник тоже Очень много И для взрослых Давайте одно Успеем Одно, да Ну, например Вы выписываете все страхи Какие у вас есть Вот Лучше делать цели направленно Например Есть у вас какая-то цель Вы хотите к ней прийти Но по поводу этой цели У вас куча страхов Вы эти все страхи По поводу этой цели Выписываете Затем подводите линию И пишете Это всего лишь Мои страхи То есть мы переводим страхи На уровень осознанности То есть я Каждый день Мы делаем выбор Я сегодня выбираю Увидеть свой страх Прожить его, да Или я выбираю От него убежать И отложить жизнь на потом И отложить жизнь на потом И мы делаем этот выбор Каждый день Ну что Спасибо большое Давайте ещё Может быть Что-то предложите Послушать Посмотреть Какие ещё книги Вот у меня вот есть Мне очень нравится Но это опять-таки Для взрослых Ирвин Велом Вглядываясь в солнце Жизнь без страха смерти Ну это вообще Как бы тема Книга очень интересная Прямо рекомендую Каждому её почитать Я тоже не читала Но всё впереди у вас Арина Да Ещё Это уже больше Для таких специалистов Если сейчас слушают нас Психологи Тоже очень мне понравилось Скотт Столас Век тревожности Страхи Надежды Неврозы И поиски душевного покоя Там как бы Про ментальные Какие-то изменения Человека При вот этих состояниях Это очень интересно Особенно для клинических Психологов Или для психологов Которые работают Не только с нормой Ваше желание Какую-то книжку Ещё можете писать Знаете Я бы в завершении Сказала Что очень хорошо Помогает детям массаж Всё-таки мы говорили о том Что когда страх проявляется Всё тело сжимается Мышцы сжимаются И помогать себе Ходить на массаж И помогать своим деткам Утром, вечером И вы заметите Как ребёнок Начнёт чаще улыбаться Станет смелее Ну и, конечно, любовь Ежедневные объятия И слова любви Это самый лучший инструмент На каждый день Для каждого ребёнка И для каждой мамы Действительно Вот именно так Мы и побеждаем Всевозможные детские страхи Потому что Мамина сила Папина сила Ещё если и ребёнок Проявит свою смелость То, глядишь Тут вообще Не остановимся Это была программа Практическая психология Сегодня мы говорили С Мариной Смотриной С педагогом-психологом О том Что же такое страх Чувствовали это Эмоции Вообще Как с ним жить Бороться Или, может быть, даже дружить Я думаю, что программа Получилась интересной И с точки зрения Теоретической И с точки зрения Практической Ну а вам, Марина Спасибо большое И до новых встреч До новых встреч Всем любви, счастья, удачи Крепкого здоровья Практическая психология